Всем привет, доброе утро, продолжаем ответы на вопросы. Спасибо, вы пишете их довольно много, но мы в свою очередь всегда рады повышать уровень образования населения русскоязычного. Кстати, очень много пишут и покупают русских, которые живут в Европе, в США, в Канаде и где только русские вообще не живут, даже в Сербии. Final Fantasy. Интересно, давно ли люди научились греть драгоценные камни? Получается, что когда-то было время, когда люди не знали о прогреве камней и выкидывали, например, мутные непрозрачные сапфиры, как швак из шахты и где-то, возможно, валяется куча таких камней. Я немножко увлекаюсь историей, могу сказать свое мнение, что, скорее всего, было как раз наоборот. Здесь по аналогу изобретения стекла, как изобретение стекло. В том месте, где был песок с высоким содержанием кварца, люди разожгли костер и жгли его сильно и долго. Потом, когда костер убирали по какой-то причине или копались просто в нем, допустим, картофу пикли, это шутка, конечно, картошка поздно появилась в Европе и во всем неамериканском мире. Но по какой-то причине они копались в углях и увидели, что песок попавился и сплекся в какие-то такие прозрачные блямбы. Таким образом изобрели, собственно, стекло. Это произошло довольно рано. Это эпоха ранней бронзы еще. Это стык каменного, окончание каменного века, то есть неолита и бронзового века. Скорее всего, была такая история, где-то был выход, допустим, тех же сапфиров. Допустим, река размыла, это совершенно стандартная тема, их и сейчас так добывают. То есть лежали мутные серые камешки на берегу реки, да, и люди там стали жечь костер. Прожгли какое-то время костер. Я думаю, что довольно долго, потому что чем температура ниже, тем нагрев должен быть дольше, да. И потом стали, опять же, там ковыряться, копаться, что-то оттуда доставать. Допустим, они пекли там мидий. Это ж у нас берег реки, правильно? Вот, отлично я придумал. И увидели, что почему-то серые камешки стали синими. Собственно, так появился нагрев. Они стали их собирать, греть и радоваться. Скорее всего, сначала, я так думаю, это моя версия, на самом деле, конечно, никто этого не скажет. Вот, сначала их начали греть, а потом уже их начали добывать. Вот, скорее всего, так и было. Потому что, если река вымыла, допустим, несколько тысяч сафиров, да, откуда-то с места, где, с месторождения, скажем так, то есть шанс, что они вообще все были мутными, серыми, белесыми, и сидим, а там не было ни одного. Их нужно было все греть. В данный момент так и происходит. Вот, это моя версия. Я думаю, что она наиболее близка к реальности. Павел Эсмонтов. Интересно вас смотреть. Затягивает. Спасибо, стараемся. И вопрос. Можно ли, много ли у вас конкурентов? Пытаетесь ли вы как-то с ними бороться? Или все же придерживаетесь своих принципов? Тут какая ситуация? У нас есть партнеры, да, партнеры. То есть, вообще, в мире ювелирного бизнеса как-то нет какой-то войны или какой-то жесточайшей конкуренции. Мы часто дружим, общаемся, дружим с семьями. Это имеется в виду русские наши партнеры-конкуренты, да. Очень часто в нашем бизнесе присутствует такая вещь, что кто-то из них не может для своего клиента по заказу найти какой-то камень. Они обращаются к нам. Мы иногда обращаемся к ним, но это бывает реже, потому что мы закупаем на добыче. То есть, у нас, как правило, объемы камней не ограничены. Ну, например, есть парни-бразильцы, с которыми мы сотрудничаем по Параиба. Если у тебя один заказ, тебе заказали один камень, турмалин Параиба, да, лететь в Бразилию как бы бессмысленно, мы пишем им. У нас даже были истории, когда мы с ними обменивались. То есть, они нам, допустим, турмалин Параиба, мы им какой-то классный синий сапфир со шри-ланки. То есть, даже не денежный обмен, а натуральный, как тысячи и миллионы лет назад. Поэтому, как-то, я не знаю, даже если кто-то где-то враждует, то нас это никак не коснулось. Может быть, потому что мы там не живем, может быть, потому что мы вообще сами по себе люди мирные. Это что касается в России, что касается Европы, США, Канады, Гонконга, Сингапура. У нас довольно много покупают. Япония, Корея, Китай. Мы там просто никого не знаем, потому что, возможно, они ведут китайские ювелиры. Такие же блоги на видео. У них есть какие-то чаты, инстаграмы. Но мы не знаем китайского, поэтому мы просто на выставке где-то видели, здоровались за руку. Ну и все. Я слышал, что очень высокая конкуренция идет среди продавцов именно белых бриллиантов. Потому что их очень много. Я рассказывал, что их добыто огромное количество. И разведано залежей настолько много, что считается, что их уже передобычей, переразведкой. То есть, слишком много, они поэтому не дорожают. И все торговцы бриллиантами, именно белыми стандартами, допустим, каратник, да, у них уже огромное количество этих бриллиантов на руках. И они их стараются продать. И там, да, начинается у них демпинг, какая-то вражда. Но я не слышал, чтобы это как-то выливалось в интернет. И они там друг друга хайли. И, как правило, этим бизнесом занимаются люди довольно образованные, интеллигентные. И, наверное, это одна из причин, скорее всего. Я думаю, так. Вот поэтому не сталкивался. Ничего об этом не знаю. Возможно, где-то что-то есть. Но мы никак в этом не участвуем. И даже не касались этой темы вообще. Есть мошенники-эферисты, да, про них я снимал отдельное видео. Мы постараемся скоро выложить. Оно у нас получилось очень длинным. И мы его не можем залить уже дней 10. Как бы, но мы сейчас говорим именно о действительно реальных продавцов камней. О, продавцах камней, извините. Константин Заключнов. Вот интересно, говорят, что про долгосрочные инвестиции в камни. Цены на них никто не знает. Продают за цену, названную Алибабой. Имеется в виду, наверное, в отделе с добычей, да, Алибаба. Абориген. Плюс наценка. А потом, когда приспичит продать, где искать таких других ценителей камней, которые выкупят хотя бы за те деньги, что ты потратил сомнительная долгосрочная инвестиция. А канал интересный, смотрю с удовольствием. Спасибо. И вам спасибо тоже, Константин Тезка. Тут ситуация какая? Здесь все стандартно. Во-первых, все равно можно отмониторить хотя бы примерную стоимость камня. Можно попробовать заказать такой камень у наших партнеров-конкурентов. Можно, допустим, по рубинам, можно погуглить, почем в данный момент продают рубины, почем их продавали 5 лет назад. Вы будете приятно удивлены, если вы инвестор, потому что они сильно очень выросли в цене. Рубин, который мы купили 5 лет назад за 3 тысячи долларов, мы продали недавно совсем за 15 тысяч долларов. И это можно было дороже, просто мы сильно не нацениваем. Можно было в изделии продать его за 20-25. Если это камень исключительного какого-то свойства, допустим, у нас был на руках рубин, который на улице, как я сейчас. Он был ярко-красный, а в помещении под электрической лампочкой он был ярко-ярко, прям светящийся оранжевый. Это уникальный камень, и действительно с его оценкой могут быть проблемы. Здесь действительно он подается как произведение искусства. Если этот камень хотя бы более-менее немножко стандартный, то всегда можно что-то найти, где-то сравнить. Мы по заказу занимаемся поиском каких-то предложений такого же уровня в других источниках. То есть нам человек пишет, ребята, я хочу купить вот такой-то у вас камень, у меня такая-то сумма, что-то мне предложите. Мы предлагаем, тут же находим похожие предложения в других источниках, допустим, в Нью-Йорке, в Лондоне, в Москве, в Токио. И уже понятно примерно, какая должна быть цена. Как правило, она у нас ниже, чем в бытиковом магазине, потому что мы, повторяюсь, берем камни на добычу. Как потом продавать? Вот смотрите, например, вы, владелец, инвестор, вы инвестировали, купили землю, или вы купили какую-то недвижимость. Как вы будете продавать? Вы же не будете сами на рынке стоять продавать. Вы обратитесь к риелторам. Здесь то же самое, вы можете обратиться к нам через 5-8 лет. Вы можете обратиться к нашим партнерам в любой стране мира. Принести им, сказать, ребята, хочу продать вот за столько-то. Естественно, конечно же, они, возможно, постараются вас убедить, что его надо продавать дешевле, потому что вы цену себе надумали и ее завышаете. Но вы, опять же, можете цены помониторить и с нашей помощью тоже. И довольно часто этим занимаемся мы. То есть мы перепродаем наши же камни. Павел Б. Здравствуйте. И не болейте. Спасибо вам тоже, Павел. Вопрос. Как отличить камни, например, розовый алмаз от бледно-розового рубина? Я дилетант, но всегда было интересно. Спасибо. Павел, это можно сделать только в лаборатории. Я об этом говорю почти в каждом видео. Кроме лаборатории никто надежно вам не отличит и не оценит. Ювелир, которому вы отнесете, как правило, не специалист. Повторяюсь, ювелиры бывают разные, но, как правило, это не специалист по драгоценным камням. И даже если он вдруг сам обусился и хорошо разбирается, то его мнение не авторитетно. Мое мнение тоже не авторитетно. Ни в коем случае. Авторитетно, что лаборатория и сертификат. Вот, отнесите, если у вас есть что-то розовое, и вы не понимаете, это алмаз или рубин, да? Отнесите лабораторию в МГУ, в Москве, например. Потратьте 3000 рублей или 5000 рублей, и вам станет все понятно. Это самый-самый надежный способ. Надежнее, пока никто не придумал. Так, интурист. Расскажите, пожалуйста, как отличить шпинель от других камней. То же самое интурист. Посмотрите, я только что рассказывал, объяснял. Не буду зачитывать, потому что их автора вопроса, потому что их много таких вопросов поступает. И поступило вот за последние сутки, там, двое-трое. А вот я сейчас проинвестирую. Где потом будет камень, который я куплю с вашей помощью? Где вот он будет лежать эти 3, 5, 8 лет? И что будет, если вы куда-то пропадете или с вами что-то случится? Ну, во-первых, мы всегда за то, чтобы камень лежал у вас. У нас и так склад камней уже. И чем больше, тем мы себя чувствуем в меньшей безопасности. Поэтому, конечно же, лучше, если камень будет лежать у вас дома. И вам надежнее, и нам спокойнее тоже. Значит, что случится, если мы куда-то денемся? Ну вот, у нас есть такая особенность. Мы никуда не деваемся. Вы можете проследить все наши соцсети. Мы в открытую выкладываем свои личные фотки. Все всегда знают в Инстаграме, в ВКонтакте, на Ютубе. У меня очень много подписчиков ВКонтакте. Мы выкладываем личную жизнь, все наши перемещения по планете. Все всегда знают, в какой мы стране, чем мы там занимаемся, где мы живем, как мы развлекаемся, какие у нас хобби. Мы с удовольствием об этом рассказываем. Многие говорят, что даже интересно рассказываем. А вот хочу рассказать немножко другую историю. Другие истории. Как ни странно, это прям, ну, очень странно. Если бы мне рассказали до того, как я начал этим бизнесом заниматься, я бы даже не поверил бы, наверное. Люди покупают у нас камни инвестиционные или для себя, и люди пропадают. То есть, вот вам такая история сразу и про инвестиции, и как бывает, да. Одна девушка 4 года назад купила у нас полихромный сафир. Это когда он такой синий, зеленый, да, очень красивый, нам очень нравится. Мы их продавали совсем недорого, примерно по 1000 долларов за карат. Он был около 5 карат, может быть, там 4,7, 4,8 карат. Девушка полностью оплатила около 5000 долларов. Более того, девушка нам отправила несколько своих золотых украшений, чтобы мы их переплавили, и сделали ей красивое колечко. Мы разработали модель колечко, и девушка перестала выходить на связь вообще. Как бы и прошло уже 4 года. Значит, недавно мне ВКонтакте написала ее подруга, привет вам, привет от такой-то. Она спрашивает, на месте ли ее камень. Да, ее камень на месте, он все эти годы лежал у нас. И очень приятный сюрприз. Теперь он стоит 10 тысяч долларов. Почему камни дорожают? Вот в инстаграме сегодня как раз мне писал вопрос, человек, да, что он не понимает, по какой схеме дорожают камни. Акции понятно, золото понятно, как камни-то дорожают вообще. Вот объясняю вам ситуацию. Полихромные сапфиры, крупные, яркие, добывали в двух местах, это Шеванка и Мадагаскар. Да, поменьше, маленькие, где-то по два каратика, полтора-два карата добывают в Австралии. Вот в Австралии так и добывают, а на Шеванке и Мадагаскаре месторождение иссякло. Поэтому они очень быстро стали расти в цене. Причем о том, что месторождение всего одно, то есть на Шеванке оно иссякло раньше, осталось всего одно в мире. И по разведке камней там было очень мало. Мы об этом знали заранее, поэтому мы их купили какое-то количество и довольно много напродавали. Вот все люди, которые у нас купили, крупные полихромные сапфиры, синие-зеленые, оранжево-зеленые, желто-синие, я вас поздравляю, вы уже заработали. Сейчас этот камень, вот пятикаратник, этой девушке, которая перестала выходить на связь, стоит около 10 тысяч долларов. И они будут дорожать, расти в цене, потому что новых месторождений, именно полихромных сапфиров, более-менее крупного размера, не разведано. Их вообще нет. Что будет, когда... У нас, кстати, вот были недавно заказы, а мы найти, к сожалению, камень под заказ уже не смогли. Вопрос. Вот инвестор сейчас купит, допустим, этот полихромный сапфир за 10 тысяч, а послезавтра раз и найдут 5 месторождений с очень крутыми, красивыми полихромными сапфирами такими. Наверное, что они в цене упадут? Нет. Ювелирный бизнес, бизнес камней, он так устроен, что в цене они не упадут. Они будут продолжать расти. Такой практики нет вообще. Даже если откроют несколько месторождений, все равно они будут небольшими. Количество именно вот такого цвета, уникального сапфиров там будет ограничено. И в цене они расти. Не будут замедлиться их, вернее, падать не будут. Замедлиться их рост. Они будут расти не со скоростью там 30% в год, со скоростью, допустим, 20 или 15% в год. Но в любом случае это будут очень выгодные инвестиции. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что это месторождение тоже закончится. Там через 2, 3, 4, 5 лет оно закончится. И цена пойдет в рост еще быстрее, чем сейчас. Вот, пожалуйста, вам такой пример. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. То есть, рост камней всегда можно спрогнозировать, потому что в данный момент приборы и оборудование позволяют изучать месторождение по его объемам. Например, в Австралии иссякла добыча цветных бриллиантов. Года два назад они сообщали всем о том, что она подходит к концу примерно 5 лет назад. Если владеть такой информацией, ее постоянно мониторить, за ней следить, а мы это делаем, конечно же, постоянно. У нас этим занимается моя великолепная жена Верона. Она самая умная. То мы всегда в курсе, что будет дорожать. И, прости, в цене. Дорожать, словно, неправильно. Соответственно, мы можем предлагать какие-то выгодные варианты. И, соответственно, мы сами тоже их выкупаем. Такой момент. Еще одна история, я думаю, вам будет интересно послушать, про пропавших клиентов. Пять лет назад были у нас здесь на отдыхе хоккеисты. Два хоккеиста с женами, с семьями из России. Насколько я понимаю, они играют где-то на Западе. Они сказали, слушай, Кость, у тебя же производство. Мы тут купили камней недорогих. Там пара рубинов, пару сафиров. Давай мы тебе их отдадим, ты нам сделаешь колечки. Дело в том, что мы боимся, что ювелир их подменит в Москве у нас. Ну, как бы объяснять, что подменить их довольно сложно. Я уже все это объяснял. Я не стал вам все это рассказать. Говорю, давайте сделаю, конечно, не проблема. Они отдали мне эту коробочку с камнями и тоже пропали. Из контакта они удалились. На связь они больше не выходили. Поэтому пока у нас практика обратная. Мы никогда никуда не пропадаем. Мы застрахованы. Мы всегда безопасно перемещаемся. У нас нет проблем с алкоголем и с наркотиками. Но вот наш клиент время от времени пропадает. То есть такое бывает. Хотя, казалось бы, никто не ожидал, что такое может быть. Вот такая ситуация. Это у меня... Сейчас вам покажу. Это у меня утренний кофе. Я за своим домом сижу. Всем приятного утра. Не болейте, берегите себя. Я попозже сегодня постараюсь что-нибудь еще снять. Пишите вопросы. По возможности буду выходить в эфир ежедневно. Всем пока.